При Лужкове, можно сказать, это концепция Лужкова-Кузьмина, реконструкция, реставрация такая. То есть, вот классический пример, Майнторг или гостиница Москва. До основания, а затем создаётся то, как бы то, что там было, то есть такой новодел. Ну что, гостиница Москва. Ну подождите, ну подождите, вы всё в одну кучу валите. Почему куча? Это то, что вы видите. Ну потому что, потому что Лужков самодур, Лужков человек, который ничего не разбирается в искусстве. У него свиной глаз, понимаете, он вообще ничего не понимает. Ни в архитектуре, ни в искусстве, ни в живописи. Ну уже всё не разбирается. Во пчёлах, понимаете. Ну как такой начальник? Вот у вас был бы такой начальник, представьте себе. Который на вас борол, матом ругался, там, как Хрущёв доставал, там, ботинок, стучал. Не сделаешь, уволил. Стал бы строить... Друзья, почему мы опять говорим о Лужкове? Вот правда, совершенно не хотелось бы. Потому что, я объясняю, потому что для того, чтобы дать оценку деятельности Кузьмина, надо разбираться во всех аспектах той жизни, которая была. Мы сами с вами жили вместе с Лужковым 20 лет, 18. Мы очень многие вещи делали в городе, да, в меру своего понимания того, что надо делать. Кто-то абсолютно остался чистым и незапятнанным, кто-то запятнался и так далее. Надо, если хотите во всём разбираться, не всё надо вешать на Кузьмина. Не будем. Не надо. А то он просто как козёл отпущения. Мы поняли всё. Другое дело, да, другое дело, что, может быть, надо было сразу уйти, может быть, да, там, год назад, да. И хлопнуть двери. Потому что он последний, и на него, конечно, все шишки. А все те, кто портил Москву, кто её уничтожал, кто продавливал эти все объёмы, да, кто заработал на этом миллионы долларов, миллиарды даже, да, они все живут по разным странам, сидят на пляже и так далее, радуются за свои заработанные деньги. А все шишки над Кузьмина. Я против такой позиции. Это неправильно. Мы поняли. Большое спасибо. Он тоже не Ангел. И мэрия, кстати, тоже сегодня опровергает о том, вот эти вот самые появившиеся слухи о том, что Кузьмин должен уже уйти буквально с минуты на минуту. Большое спасибо. У нас сегодня в студии был архитектор Сергей Скуратов. Прямо сейчас прервёмся буквально на пару минут. Не переключайтесь. Прямо сейчас прервёмся.